Друзья, мы начинаем новый влог. Сейчас я вам обязательно покажу свое лицо, оно не выспавшееся, потому что время 8.40. Как и говорил, мы ночевали на заправке. Катя уже тут стоит, загорает на улице 17 градусов. Сейчас мы немножечко еще попьем водички, постоим и поедем дальше. Я в прошлом влоге обещал вам рассказать про чехол, штукенцию, чем мы чистим зубы. В общем, смотрите, вот эта штука, компания Дон Фил, две щетки и плюс вот эта штука заряжается. Только зарядка, конечно, не современная, это мини-USB, даже не микро. Она очень мало места занимает и вылезает в любую сумку. Давайте я вам еще раз погодку покажу. Выспалась? Ну, я немножечко нет, но что-то жарковато было уже под утро. Надо все-таки нам придумать с тобой. Знаешь что? Вот штуки вот эти на боковые стекла. Вот сюда, что-то более темное. Все равно немножко, когда светит солнце, просвечивается, что внутри. На Шкоде у меня более глухие, затонированные стекла были. Но еще забыл добавить то, что я сейчас заправился. На 1487 рублей. Хотел сказать, что за ночь спаня в машине тратит тачка в районе 10 литров бензина. Пересчитывайте по цене, сколько он сейчас стоит. И в такую стоимость нам получается обходится сон в тачке. У нас хоть путешествие и по Багистану, но первоначально у нас точка будет грозной. И до него нам ехать 1131 километр. Не знаю, сегодня у нас получится это или нет. Хотя, думаю, сделаем. 13 часов пути. Это нормально. Классно? Теплый? Ну да, прохладный. Срава по сравнению с Москвой. С 6 градусами. В общем, рассказывая новости, мы свернули с платной трассы и поедем через Элисту. Сейчас находимся на трассе 60К-17, чтобы это не значило. Тут небольшая пробочка. Вроде как реверсивная. Но вон там ребята задвигались. Зачем мы сюда свернули? Потому что в городе Шахты, по М4, там пробка на 3 часа. Вот так вот. Ну и интересно. Новая дорога. Элиста это столица Калмыкии. Многие, кстати, думают, что Калмыкия где-то, там, не знаю, за Сибирью. Но нет. Она рядышком. Я надеюсь, мы приняли правильное решение. Потому что дорога тут пока раздолбанная. Смотрите, как срезана. Она раздолбанная слева. Мы едем по нормальному. Ну, все равно, она какая-то узкая такая, смотри. Опасненькая. Высота вообще среза слева, не знаю, метр, наверное. Невозможно, скажи. Да. И многие у меня гандошат в комментариях, что я рециркуляцию не использую. Да использую я ее. Но тут просто поле, блин, так навозом воняет, что вообще ничего не спасает. Жесть. Ты сейчас окошко открыл, и вообще просто пиздец стал. Причем Андрей подумал, что этот какой-то соседний машина воняет навозом и говорит мне, типа, открой окошко, сейчас проветрим. Как же он ошибался. Ну, тут так воняет, что вообще никакая рециркуляция, ничего, блин, не спасает. Просто блевану. Очень красивая. Очень красивая. Русские дороги, говно. Русские дороги. Знаешь песню такую? Бытрые слеты, отдохни немного. Что-то я езжу закачу. Русская дорога. Что у нас там будет впереди? Не знаю, пятерка там. Как пятерка? Ты видишь, где ты находишься? До Грозного нам Косарь остался. 999, только что. Ладно, сейчас поищу еду. Все, сейчас будем детское питание есть. Печенье я тоже буду. Какая-то молодец, что взяла вот это все. Потому что у меня уже в животер. У тебя еще вот такая штука есть. Я буду морковать. Давай. Печеньки. Вообще кайф, живем. Это же отличный завтрак. У нас печеньек немного осталось. У нас еще есть, я поеду, чернослив и курагу. А я орехи буду. У нас еще есть вот эти вот батончики. Смотри. Я, наверное, тоже эту скушу штучку. Ну и все. А так там много соков. Да? Давай, есть. Печеньки, живем. Это я Кате просто открыл окошко. Она тут ныла пять минут. Жарко-жарко. И у себя открыл. Чтобы просто сквозничало было. Сама открыла, он вам грел. Го! Я создал. Решил немного размяться. Увидел реку и тормознул здесь. Это у нас Ростовская область. Даже не знаю, как называется эта река. Но там надо было прочитать. Ладно. Непринципиально. Вижу, рыба есть. Вот, смотрите. Да-да-да. Сейчас бы сюда удочку. Катя первый раз очечки надела. Покажи с ней. На тебе идут классно. Как тепло, скажи. На улице двадцатка где-то сейчас. Очень круто. Давайте я вам просто покажу. Небольшой такой пейзажик. Да, ты прям вовремя наклонилась. А я вот так вот проехал. Здорово, да? Что можно вот так остановиться красиво. Я вижу там утка, смотри. Вдалеке. Лето, да? Очень круто. Хочешь полежать на толстовочке? Вросилочке красиво. Хочешь, толстовку достану, полежишь. Загораешь. Толстовка грызнет не хочет. Дюху-мазюху вот это чем-то, да, чтобы прошло. Вот сейчас вот так вот сделаю. Я тебе говорю, пять минут и все. Да, по дорожных силах. Сделаешь еще раз колесо? Здесь? Да, получится. Вот, только полночки снять. И какашку. Да, вот я буду долго угорать. Ты делаешь колесо и рука в говне. Сколько здесь? Игни сейчас. Да, тут много летает. Давай в ту сторону. Да. Давай. Хоп. Молодец. Раз, а еще вот так. Молодец. Отбей. Очки только не забудь. А то им пипец. Не, ну все равно я, конечно, рад, что Вольво взял вот так вот по таким дорогам ездить с низким клиренсом не очень. А тут увидел реку и давай сюда. Оп. Стояли, поболтали, поугарали. И все, едем дальше. Продолжаем делиться новостями. Ты прям вовремя закашлял. Мы сейчас находимся в городе Волгодонск. Сейчас будем искать какую-нибудь едальню. Потому что вот мы позавтракали, по сути, детским питанием. И все. Хочется чего-нибудь посерьезнее. И чуть-чуть орешку. И еще мне очень хочется, чтобы мы увидели Цемлянское водохранилище. Тут оно гигантское. Но не знаю, будем ли мы его проезжать. Потому что сейчас мы в черте города. Классно было бы выйти и заснять. Но посмотрим. Может быть и получится. Пока не знаю. По поводу едальни, Катюш, у меня огромная просьба к тебе сейчас. Да. Посмотри что-то. Сейчас посмотрю. Че, как думаешь, тут люди офигеют? Я себе с такой камерой зайду и начну снимать. В общем, мы ничего вкусного не нашли. И идем тупо в магнит Сибирь. Ты че? Насекомые? Мы хотели еды готовить. Типа там супчик перекусить. Но сейчас придется брать что-нибудь. О, я кроссоводы себе возьму. Машина, уверен? У тебя уже несколько этих негрозажек. Перед сном будут. Ну, пойдем дальше туда. Там все равно бухло. А, вот я тебе нашел еду. Выбирай. С говядины или... С пылью выберу. А? Вот, хотя бы ты не знаю. Шеба, вот, шеба. Есть. Вон, гурме есть. 37 рублей. Дорога... А вот вообще есть 54. Ничего себе. Ты не даешь. Или вон, гурме, смотри. Какие красивые баночки. Да. А вискос 26. А твоя не должна быть. Моя? Да. Чапи? А, педегри. Ну, я могу тебя подорожить. И это мой рай. Вот такие нужны баночки. Ну, слушай, я сейчас их отсюда не повезу. Ну, это понятно. Вот там они. Вот, вот такая вообще прекрасная. Ага. 519 рублей. А, ну она на 2 литра. Она огромная. Ладно, пойдем лучше за едой. Еще минус 4642 рубля. Два блока айкос и еда. Я думаю, нам прям на парковку нужно поесть. Да. Два плова. Катя какую-то Манхэттен выбрала. Я себе оливьешку. Попробуем на свой страх и риск. А вдруг вкусно очень. Ледяной плов. За ваше здоровье. Не? Ну, он ледяной. Я не знаю, как можно есть. Ледяной. Он не прохладный. Он прям ледяной. Из холодильника. Оливьешка норм, кстати. Прошу, попробуй. Наш текущий маршрут не позволяет нам заехать на Цемлянское водохранилище. Но ничего. Может быть как-нибудь в следующий раз. Хоть мы и не опаздываем никуда, но специально ехать и усмотреть тоже не хочется. Еще минус 2,200. Ну, тут не релевантно, потому что еще тебе фрэнчдол взял. Спасибо. Как ты просила, без огурцов, без горчицы. Спасибо. И классно то, что мне он помыл стекла. Тут все было в насекомых. Конечно, не идеально, но все равно. Им не разменяли. 5 тысяч. Я записала, как стекла тебе мыли. Я как раз, кто-то в комментариях писал, даю ли я заправщикам деньги. Всегда. У меня даже если нет, если помнишь, да, наличных, я перевожу их либо на телефон, либо на карту, кидаю. Все. А, что-то он спросить хотел. Что, простите? А, блин, да. Я немножко тут все заговняка все, чтобы не сделали. Оп. Ну, и он 2 сотки был. Продолжаем делиться нашим путешествием. Солнце спряталось. Пошел дождь. Ну, сейчас покажу. Да и листы нам осталось 120 километров. Дорога здесь унылая. Двухполосная. Ну, однополосная, в смысле, в каждую сторону. И вообще нет никакого разнообразного пейзажа. Все одинаково. Ну, еще и погода, конечно, немножко кортно все. Ой, я немножечко уже потолстал. Ой, хочется что-то мне выползти. Но дождь парит. Дай я покажу. Вообще, да, не меняется пейзаж? Да. Вот такая скукотень. Только иногда корону может увидеть лошадок. Ну, я их давно не видел уже. Так, ребятки, сейчас будем говорить новости. Нам осталось 50 километров до города и листа. Мы решили размяться. Погодка испортилась. Всего 10-11 градусов. Смотри, как тут трава примята. Да. А что мы вообще тормознули? Ты выглядишь так, как будто сейчас писать будешь. На самом деле, все не так. Я хочу, Катя, сделать фотку. И мы искали старую советскую остановку. Вперед. А, мне телефон нужен сейчас. Зачем? А, мой. Мой связь ловит. Да. Ну, то есть она залезет сбоку и, типа, связь ловит. Такая у Кати задумка. Ой, какая ты у меня выдумщица-то, а? Сейчас там угорать будут. Да уж. А ты стесняешься? Ты же вообще не стеснительный в этом плане. Иди-ка, типа, залезать на основу. Каждый основной лет и стесняешься? Да. Наверное. Так. Вышел? Буду. Давай. Тестовый кадрик. Да. Да, прикольно. Катя продолжает безумствовать. Говорит, открой багажник, я встану и, типа, связь ловлю. Вот именно. Куда я его уберу? Люди сейчас офигеют от тебя. Думают, вот придурочные. Чем вы занимаетесь? А, телефон-то нужен. Ну, наоборот. Ой, что только не придумает, а? Нет, это невозможно, багажник не мешает. Все, закрываю багажник. Да я тебе говорю, не та кнопка, вот эта. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доехали. Здесь же буддизм проповедует. Интересно было бы посмотреть на буддийский храм. А Катя сейчас готовит конструкцию, чтобы сделать фоточку. Ладно, убираю камеру, еще и тут. И ветер. Не очень удобно снимать. Ну, я думаю, вы видите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, ну да. Ну, я думаю, по волосам все видно. Вот еще фоточки поделали. Покажи заново. Покажи, покажи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри на себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только что проехали указательный знак. Это у нас и листа. Ну, фиг знает, где здесь такая городская постройка. Высокая. Может быть, ее и нет здесь. Незнакомый для меня город. Здание Ростелекома. Где город-то? Вообще не пойму. А, вон, наверное, листа. Вон основная часть на горизонте. Ну, тут нет, да, построек таких высоких. Я что-то, по крайней мере, не вижу. Все-таки нам по дороге встретился буддийский храм. Вот так он называется. И сейчас мы подойдем поближе и заснимем его. Катя вообще впервые в жизни видит буддийский храм. Маленькая частичка Таиланда практически. Да, тут симпатичная. Просьба не вешать флажки на деревьях. Ветер, конечно. Кто последний, тот лох. Аккуратно только. Ну, что, в целом, понравился, красивый? Да, первый раз такое вижу. Я видела в Орле и Решке такое, когда там в Китай приезжали. Там были такие храмы, очень красивые. Но в России первый раз в мире. Вот так вот. Каждый раз что-то новенькое. Путешествуйте побольше. Запокрался. Ну все, сейчас мы уже без остановок поедем до Грозного. Пол первого ночи мы приедем примерно. Сейчас пока еще нужно заправиться. Туалет, перекусить. Да, я даже думаю, там вот есть туалетка, сбегать туда. Только я записать хочу. Ты кричать начинаешь. Сейчас будешь сам и все записывать. На. Нет, я им не нравлюсь. Я им не нравлюсь. Такая дорога мягонькая. Ух. Ты прям накаркала второй раз. Ты же, Каркуша, мягонькая дорога. Очень. Нравится тебе? Поград. Прикинь, сейчас бы, вот до Грозного такая была бы. 466 километров вот такого развлечения. Ай, хороша. Я думаю, мы бы просто вылезли потом с поломанными жопами и спинами, если вот так вот ехать. Просто через камеру, может быть, не видно, но трясет тут нормально. Ой. О, москвич, кстати. 797. Время 8 вечера, но мы хотим лечь спать. Потому что проснулись в 8, легли в 3 вчера. Такая есть накопленная усталость. При этом мы говорили, что будем отдыхать. Поэтому мы решили сейчас не геройствовать. Тормознули. Сейчас я почищу зубы. И все, на боковую. Остановились. Тут у нас Роснефть. Будем здесь сегодня отдыхать. Катя сидит меня, сейчас снимает так забавно. Давай я покажу. Потому что ей не хочется выходить на улицу. И будет чистить зубы вот так. Ну, я вот так вот буду чистить. Да, главное не плевать в салон. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok